Мы в прошлый раз закончили началом космонийского восстания. Я говорил о том, что там происходит и смена парадигмы, и евреи, которые были мирным народом, начиная с падения первого храма, вдруг снова начинают воевать, что, конечно, было совсем... Да. У меня просто небольшое замечание по поводу девушек и евреевы приезжают в такой классический мирный советский тракт. То есть, с одной стороны, конечно, их не было, своей армией и так далее, но сказали, что они были полностью мирными и никак не воевали. Мы как-то в будущем слишком розовую картину рисуем, потому что... Ну, а где они воевали? Я не имею в виду наемников. Не наемников, но, тем не менее, время-то было такое, что совсем уходится от каких-то таких смычек мелких, с теми же арабом, какой-то был и так далее. Нет, я не это имел в виду. Я имел в виду борьба за национальную независимость. То, что там драки были где-то пьяные, это понятно, как бы. Я имею в виду именно в плане как бы идеологии государственной, то есть, или народной, да. У государства нет как такового, но есть идеология у народа. Опять же, не понятно, насколько она всеобъемлющая. Я к тому, что у нас нет никаких средств о том, что у евреев есть какие-то национальные чаяния. Иосиф Лавий приводит документы с гордостью, скажем, Антиоха III, который рассказывает о том, что вот документ, что Антиох заключает там... Это не договор даже скорее, а типа как его постановление на тему евреев, да. И все нормально, евреи им гордятся, что вот у нас царь, значит, признает там жертву на храм, там жрецам особые льготы, чтобы не кошерных животных не продавали и так далее и тому подобное. То есть, нету никакого конфликта там с властями, которые не еврейские. Имея в виду, наличие у евреев военной практики, оно все прямых было, на самом деле. Ну, а какие у тебя сведения на эту тему? Ну, вообще, конечно, только кроме этих назвательных наблюдений о том, что никаких конфликтов были, есть вот, конечно, как там Зимонов по всем дневникам теоретов о Клюльхи Турии. Окей. Ну, да. Есть история там такая про Геркана, но это как раз на стыке. Спасибо. Но это, опять же, разговор идет о каком-то местном князьке, да. То есть, там, не вдаваясь в подробности, есть там несколько кланов. И вот это представить еврейские знати. И вот один из них, значит, идет, значит, борьба на стыке 3-2 века до новой эры. Флаве рассказывает про этого Геркана, представителя одного из этих семейств, что он переселился в Иорданию, ну, то есть, современную Иорданию, скажем, там, 10 километров от современного Омана на запад, да, и основал там себе, построил дворец, и выкопал там пещеры, значит, выдолгал, и подчинил себе местных арабов, то есть, там, типа, бил им по голове сильно. Они его слушались. То, что, я говорю, кто-то на районе там дрался с другими ребятами, потому что они что-то не поделили, или какие-то там ребята, пришлось им присоединиться, их забрали в армию, не знаю, скажем, там, Селевкидов или Птолемеев или что-то из этой серии, я не об этом говорю, я говорю о том, что народ как народ, у него нет идеологии, да, вооруженной борьбы, нет идеологии экспансии, нет идеологии, там, очищения святой земли от скверной, языческой, да, и никто не собирает войска и не идет никуда воевать за какие-то серьезные политические цели, да. И когда начинается восстание, опять же, там не сразу вся эта идеология формируется, да, на самом деле нам, да, и стадии эти не совсем понятны, то есть мы можем там спекулировать на эту тему, не факт, что мы точно знаем. На юге сидели самаритяне, то есть еще одна большая группа, которая сейчас насчитывает там 760 человек, вот, а тогда их было много, то есть очень много, десятки тысяч, да, потом сотни тысяч, наверное. И они все связаны с нашей сегодняшней историей. В общем, главные источники по этому периоду, я уже их упоминал, еще раз упомяну и скажу просто, немножко нужно их охарактеризовать. Это первая и вторая Маковейские книги. Да, первая Маковейская книга написана была на иврите. Это, во-первых, понятно по ее стилю, поскольку начинаешь читать этот греческий текст, и это, ну, это такой очень плохой перевод с иврита. И там первый же стих, я вам сейчас его прочитаю, и я очень спорил долго с переводчиками, что так нельзя переводить. Они сказали, надо его перевести как написано, чтобы дать ей почувствовать текст, да. Но мы знаем это из других источников, что книга была написана на иврите. Например, был такой церковный деятель в IV веке, в начале V, блаженный Иероним, который перевел в Ульгату, да, то есть Библию перевел в Ветхий Завет, с иврита перевел на латынь. И он говорил, что он еще, он работал в Лифлеме, вот он говорил, что он видел еще на иврите первое Маковейское. К сожалению, оно не сохранилось, но поскольку греческий текст достаточно деревянный, то его можно очень просто перевести обратно на иврит и, ну, как бы, он ложится, понятно, что там было написано. Ну, вот первый стих, он говорит, вот что было после того, как македонец Александр, сын Филиппа, разгромил, выступив из страны Хитим, разгромил Дария, царя персов и медян. То есть, гикаваях, то есть на иврите это нормально работает, разгромил, разгромил. Вот, но понятно, что ни на греческом, ни на русском это не нормальный язык. Ну, в общем, не суть. Книга написана в Эр-Цесраэль. Книга написана в библейском стиле. То есть автор сознательно подражает библейской истории, особенно таким книгам, как Шмуэль. Да, Шмуэль и царство. Ну, Шмуэль, в смысле, Млахим. Вот. И это, в общем-то, пропагандистский документ, написанный при Хосманийском дворе. То есть, книга описывает события, начиная вот, в общем-то, преследование Антиоха, доходит до периода Иоанна Геркана. То есть, это 134-й, 104-й год до новой эры. 105-й там, скажем, да. Но не описывает, в общем-то, дела Геркана. А там много чего было описать. Поэтому, полагаю, что, наверное... Хотя он говорит, что, значит, остальные его дела написаны там, в деяниях Иоанна Геркана, в хрониках Иоанна Геркана. Как будто он уже закончил повествование о его периоде, но он ничего про этот период не рассказывает. То есть, полагаю, что где-то вот в 30-х годах 2-го века до новой эры эта книга была написана. То есть, лет 40 после событий, да. Ну, в смысле, после начальных событий, потому что оно доходит до туда. И книга описывает, в общем-то, вот начало восстания, смерти Матитяу, потом войны Иуды Маковея, его гибель в бою. Потом период его брата правления, его брата Иоанна Тана Хасманея, потом его смерть там, потом период правления Шимона, третьего брата. А два других брата тоже погибли там, но в других обстоятельствах, при других обстоятельствах. И потом он говорит, вот Геркан, значит, пришел к власти и так далее. То есть, при Шимоне была достигнута государственная независимость. Это тоже, как бы, условно, потому что она была ограничена там, но не суть. Евреи были уверены, что у них есть теперь страна. Ну, оно так, в конце концов, и было. Независимая, и Хасманеи стали ее, как бы, правителями. И, как я сказал, это пропагандистский документ, написанный при дворе Хасманеев. То есть, тут Хасманеи названы открыто спасителями Израиля. Там, в 5 главе, в 63 стихе говорится, что они были из семени тех людей, которым дано было в руки спасение Израиля. То есть, они избранная семья, избранный клан. И не просто так он подражает Библии, автор. Он хочет, в общем-то, как бы, показать, что... Мы пишем дальше библейскую историю, сакральную историю, да, историю избранного народа. И вот эта семья, семья Хасманеев, они избранное, значит, семя, которое принесло Израилю спасение. Как они принесли Израилю спасение? Огнем и мечом. То есть, они, когда евреев притесняли и угнетали, они поднялись на борьбу. И борьбу, как бы, из серии «Бог с нами», «Бог был с ними». Он их избрал, он им дал, значит, в руки победу, а Израилю принес спасение. Они очистили землю, они прогнали врага. И вопросов метафизического плана из серии, там, а почему вообще все это изначально началось, и почему евреи страдали, и как так, и как бы, эти вопросы не поднимаются. Они, язычники, они по определению, то есть, by default, они, как бы, вредны. Книга начинается с того, что вот я прочитал, да, про Александра, то есть, македонский. Он говорит, стал царем, значит, то есть, он убил Дария, стал царем вместо него сначала в Элладе. Он развязал много войн, овладел крепостями и предал смерти царей земли. Дошел до пределов земли и завладел богатствами множества народов. И земля покоилась перед ним. А он возгордился и превознесся сердцем. Ну, то есть, как они все. Он собрал огромную военную силу, воцарился над странами, народами и властителями. А они стали платить ему дань. Но потом он слег и понял, что умирает. И созвал своих знатных слуг, совоспитанников своих с юности. И еще при жизни разделил между ними свое царство. Ну, это ошибка на самом деле, да. Он ничего там не делил. Но еврейскому автору Первому Корейскому было по барабану абсолютно, что там на самом деле происходило. Эти детали его не волновали. Он рассказывает, как он это слышал. Всего процарствовал Александр 12 лет и умер. Его слуги стали правителями, каждый в своем месте. И после его смерти они все надели венцы, а после них их сыновья. И так продолжалось долгие годы, и они приумножили зло на земле. Ну, то есть как бы в 8 стихах он рассказывает историю от Александра Македонского до Антиоха IV. То есть это где-то 150 лет там с лишним. И его как бы bottom line это то, что они приумножили зло на земле. Ну, сначала был он один негодяй. А потом их стало много, каждый надел венец, и каждый продолжал делать зло. А дальше он говорит, и от них произошел корень зла. Антиох, Эпифан, сын царя Антиоха. То есть там как бы все идет по известному сценарию. Там один негодяй, потом стало много, а от них произошел как бы ультимативный корень зла. Вот. И он, значит, развязал гонения на евреев. И, соответственно, потом Хасманеев воссталит. И там, когда Матитьяу умирает, и понятно, что это все тексты нашего автора. А не, то есть кто там знает, что реально Матитьяу говорил, когда он умирал. И он говорит им, я сейчас найду этот стих, потому что он важный. Это из серии идеологии Святой Войны. Секундочку. То, что я вам читал, это первые восемь стихов первой главы. Когда Матитьяу умирает, он говорит, значит, подошел день смерти Мататии, ну, Матитьяу. И сказал он своим сыновьям, это его завет. Ныне упрочились спесь и поругание, пришла пора бедствия и гнева яростного. Ныне, дети, возревнуйте о законе и отдайте жизни свои за завет наших отцов. Помните о тех делах, что отцы совершили в своих поколениях. Истяжайте великую славу и вековечьте имя свое. Разве не испытанием доказана верность Авраама? И разве не вменилась она ему в праведность? Иосиф в пору бедствий своих соблюдал заповедь и стал владыкой Египта. Финейс, то есть Пинхас, отец наш, ревнуя ревностью, обрел завет вечного священства. Кто не может рассказать, что сделал Пинхас? Он Зимри грохнул и дедушку. Ну, то есть, двойное убийство как бы. Что он конкретно, как это было? Ну, Зимри с меденитянкой пошли в шатю. Ну, тут не все знают, кто такой Зимри, кто такая меденитянка. Что там происходит? Зимри – это, так сказать, начальник колена Шимона. А как меденитянка называли, я не помню. Не важно. Ну, короче, спасибо. Суть такая, что израильтяне находились в степях моавских, или моавитянских, и стали они блудить там с дочерьми местными, этими моавитянками. Один из них на виду у всех, причем он был там не последний человек, вот, и он пошел с одной из этих женщин к себе в шатюр. На виду, значит, у всех демонстративно. И тогда вот один из жрецов, сынов Лазара, да, Пинхас, он, значит, он это дело увидел, и пришел, и проткнул их обеих копьем. Ну, в общем, за это получил вечный завет, что теперь твои там, это самое, завет вечного священства. Окей? И этот Пинхас, он на самом деле фигура такая, потом, которая всплывает в разных контекстах еврейского радикализма. То есть, и до сих пор он фигурирует, да, то есть, вот, есть в Израиле некоторые группы, слышим мы, особенно в районе Хеврона, которые называют себя, они берут себе дополнительное имя, да, Бен Пинхас. Ну, то есть, там, если бы я был за этой группой, то меня звали бы Михаил Туваль Бен Пинхас. Ну, то есть, я типа фанат, и тоже себя считаю духовным сыном этого Пинхаса, да. И, то есть, ну, они тут, он, в общем-то, им пытается сказать, вот, будьте такими же фанатиками, как он, и получите завет вечного священства. Но это еще легитимация, потому что они в Хасмании были жрецами, да, но при этом они не были, правосвященство передавалось от отца к сыну в линии Цадока, да. Был такой правосвященник во времена царя Давида. Ну, был он, не был исторически, неважно. Люди верили так. И вот от Давида и до, в общем-то, вот этих кадров, про которых я рассказал вчера, я не называл даже имена. Первая Макарейская тоже не называет их имена. Там Ясон, Менилай, да. Вот, и до них, до, там, первосвященника Онии, которого они, которого Ясон сместил, первосвященство передавалось по одной линии от отца к сыну. Отец умирал, сын, значит, становится первосвященником или верховным жрецом. Вот. А тут и, во-первых, произошел перелом за счет того, что они стали покупать-продавать это все. А потом, ну, это еще чуть-чуть впереди мы заскакиваем, да. Это вообще все впереди от нас. Хасманеи стали первосвященниками. Но им, в принципе, не полагалось быть первосвященниками, поскольку они вообще из другой семьи. Они жрецы, но они не из семьи Цадока. Окей? А можно? Секунду, а тут легитимация в чем, что вот Пенхаз же получил, типа, вечное жречество. И вы получите, если будете вести себя так же, как он, да. А я не хотела уточнить, я поняла, что они не куэнды, а не ивриты или они коэнны? Нет, они коэнны, они якобы из семьи Йоя-Рива. Ага. То есть они из первой череды, там 24 череды жрецов или то, что называется Мишмарот на иврите. И они, в принципе, они из первой череды, как бы, да. Секунду, я сейчас скажу. Я так полагаю, что они так же из первой череды, как Иисус из дома Давида. Вот. И как и раби Иудаана все оттуда же. То есть это понятно все, что это как бы под большим вопросом. Угу. Вот. Но и непонятно, когда эти тексты в Библии редактировались на тему этих черед, да. Угу. Понятно, что там много чего подтасовано было, видимо, уже в Хасманийский период. Но ученые полагают, что жрецами они были точно. А вот как насчет семьи Йо-Ярива, это уже другой вопрос. Хотя это вошло потом в традицию и в раввинистическую тоже. Которые уже мудрецы, ну, по другим причинам потом у них были проблемы с космониями. И они их критиковали. И они интерпретировали, что это Йо-Ярив, что они, значит, богоборцы. Что, то есть, на самом деле Йо-Ярив, это, Яхве будет, типа, биться за тебя, да. То есть, там, за нас, Ярив. То есть, он будет, спор у него будет, да. Полемика с кем-то серьезная. А они это уже интерпретировали, что они, значит, это они с богом дерутся и борются. Ну, то есть, даже они признавали, что они, как бы, из семьи Йо-Ярива. Но это вопрос, потому что пойди узнай, как бы, сколько из этих текстов, даже библейских, написаны при хосмонеях или отредактированы при них. Так вот, это просто момент насчет Пенхаса, да. Ну, и дальше, дальше, Матитяо проповедует серии. «И потому, знаете, из рода в род, кто уповает на него, не дрогнет, а слов грешника не страшитесь, его слава станет навозом и червями. Сегодня он превозносится, а завтра его и не отыщешь. Он возвратится в перст, и расчеты его пойдут прахом. «Дети мужайтесь и будьте тверды в законе, ибо в нем вы прославитесь». Значит, вот Семен, брат ваш, я знаю, что он муж совета. «Слушайтесь его всегда, он будет вам отцом». Понятно, потому что, когда заканчивается книга, Шимон тот, кто основал династию. То есть, Иуда погиб, не оставив детей на правлении. Ионатан, брат его, погиб, не оставив детей. Мы не знаем, там, может, дети были, но у Иуды вроде как были. Но никто из них не основал династию. Шимон уже основал династию, и там, в общем, постановили, что он и его дети будут теперь правителями вовеки, да? До тех пор, пока не придет верный пророк, который нас научит, значит, что делать. Пророков-то сейчас нет. То есть, Шимон основал династию, его сын потом правил, потом сын сына. Эта книга писалась тогда. И вот, значит, Симона, слушайтесь. А Иуда Маковей говорит, смолоду, сильный воитель, будет военачальником, поведет войну с язычниками. А вы соберите у себя всех, кто творит закон, и местью отмстите за свой народ. Воздайте воздаянием язычникам и внимайте по велению закона. И тут через два стиха он умирает, Израиль его горько оплакивал. Но на его место встал его сын Иуда по прозвищу Маковей. Ему помогали все его братья и все те, кто держался его отца, и радовались они, введя войну Израиля. Широко народ он свой прославил, как исполин облачился он в панцирь, там гигас, гигант. Снаряжением военным был припоясан, он завязывал битвы клинком, защищал свои станы. Уподобился льву он в деяниях своих, снова налев молодой на добычу рычащий, подстерегший отступников, то есть других евреев, которые типа с ним не согласны. Он настигал их, подстрекавших народ, предавал он сожжению. То есть других евреев тоже, которые типа не совсем по тому же направлению шли. Подстрекавших народ, предавал он сожжению. И отступники сжались от, опять же, других евреев, то есть да там, но это полемика против других категорий евреев, которые не совсем согласны с путем вот этих братьев. Вибрационисты. Ну да, можно сказать да. Отступники сжались от страны, но мы сейчас увидим кто там на самом деле коллаборационисты и так далее. Это все полемика и риторика, да, потому что первосвященство космонии получили от селевкидов. И правили они только за счет того, что те их назначили быть первосвященниками. И это был человек, который выдавал себя за сына Антиоха Епифана. Он видимо им не был, он был вообще каким-то ублюдком, узурпатом. Но тем не менее первосвященство Янатан получил именно из его рук. Ну а это был тонкий дипломатический ход. Ну да, а эти были коллаборационисты. Не, я понимаю просто как бы, что я тоже на стороне хосманеев. Вот, ну как бы надо все видеть все таки, как оно есть, да. Я шучу. И отступники сжались от страха пред ним, а творцы беззакония в смятение пришли. И давалось ему приносить избавление, и несладко пришлось тогда многим царям. А Якову в радость деяния его, и память о нем благословена навеки. По Иудинам он проходил городам, изводил нечестивцев повсюду, и гнев отвратил от Израиля. Его имя звучало до края земли, а всех погибавших собрал он к себе. Ну и вот, дальше я рассказал уже вчера, что Иуда умудряется одержать несколько побед. Он, видимо, действительно человек был талантливый, хороший стратег. И потом понятно, что Селевкидли, видимо, не сразу оценили, секунду, не сразу оценили эту угрозу, и не очень сильно, как бы, реагировали на это достаточно вяло с самого начала, пока не поняли, что это намного серьезнее, чем они полагали. А когда это произошло, то Иуда уже собрал достаточно большую толпу, и за ним, ну, видно, они вооружение уже там захватили, да, то есть трофейное. И началось какое-то воодушевление, потом понятно, что они эту территорию знали хорошо. Говорится, что они бежали в район Гофна, а это, в общем-то, предгорье в районе Мудина, то есть это их родные места. Вот, и понятно, что они знали там, где они находятся, и это партизанская война. То есть у них изначально было преимущество в нескольких вещах, да? Да. Я хочу добавить то, что эти первые победы Иуды, они были одержаны на войсках местных намечников, которые представляли не регулярные части, а обычные дравтое ополчения. То есть, по сути дела, такая же милиция ополчения, которые не отличались особенно боевыми и техническими характеристиками. А когда появился, собственно, сам Лисий, в месяц сентября, и регулярно-мага, и тогда, конечно, да. Иуды, наконец-то. Спасибо, ты прав, да, спасибо. Значит, тут просто... Мне на самом деле, как бы, важно в этом курсе две вещи особенно. Первое, это, ну, как бы, историческое повествование просто, чтобы вы услышали историю, собственно, того, как евреи воевали там, да, фактически что там происходило, ну, на основе источников, которые у нас есть. А два, это идеология, которая, соответственно, развивается в этом контексте и потом подпитывает дальнейшие поступки. Вот. И, как я сказал, первая маковейская книга, да, это книга пропагандистская. Мало того, это книга, которая, в общем-то, представляет эти войны хосманеев как святую, как священную войну. Это холивар, да. То есть, они... Это реально это. То есть, это и потом про вторую маковейскую будем говорить, это другое совсем. Первая маковейская реально... То есть, как бы, вот, язычники напали на евреев, да, и мы теперь за нашего Бога, за наши законы, за наше святилище, за наши семьи, они об этом говорят раз за разом, да. Встаем на войну и идем воевать, и Бог нам помогает, потому что наше дело правое. Вот. И это все, значит, свято. Вот вам пример. Причем, эта книга достаточно светская. Несмотря на то, что она, вроде как, имитирует и Танах, написано таким же языком сознательно, те же обороты, да, там, повторяют они, как бы, типа, они идут по путям, по стопам своих отцов, собираются там в тех местах, где когда-то у Израиля было, значит, место, где они молились, там, и так далее. Секунду. Вот вам, это одна из первых побед, про которые я говорил вчера, да. После того, как Иуда разбил там местного военачальника Аполлония, взял его меч и потом, значит, сражался всегда с этим мечом, написано. Тут Сирон, сирийский военачальник, услышал, что Иуда собрал множество людей и дружину верных при себе, чтобы идти на войну. И сказал он, заслужу себе славу и стану знаменит в царстве, и пойду войной на Иуду на тех, кто за него, кто ни во что не ставит слово царя. Он прибавил, и вышел с ним сильный отряд нечестивцев, чтобы помочь ему отомстить сынам Израиля. Он подошел к подъему на Бетхорон, а Иуда вышел ему навстречу с немногими людьми. И вот, когда наши, наши, это они стали переводить им, я против этого был, тут везде наши, когда наши увидели, на самом деле там написано, ой, юда, юй, там, юдай, еврей, да. Я говорю, ребята, какие наши? Они говорят, не, вот, типа, это лучше передать, ну, а хрен с вами, пусть будут наши. И вот, когда наши увидели полки, ну, на самом деле, это хорошо передает то, что он хотел сказать, потому что, понятно, что его перспектива, перспектива наших. Когда наши увидели полки, идущие им навстречу, они сказали Иуде, нас так мало, как мы сможем сражаться против такой большой силы, да и слабы мы нынче, ведь мы не ели. А Иуда сказал, легко многим попасть в руки немногим, а для неба безразличное через многих спасать, или через немногих. Ведь победу в войне приносят не сон мы воинов, источник силы неба. Они идут на нас в безмерной гордыне и беззаконием, чтобы истребить нас, наших жен и детей, чтобы ограбить нас. А мы сражаемся за свою жизнь, за свои законы. Так что он сокрушит их у нас на глазах, а вам их бояться нечего. Ну и там, и закончив свою речь, он тотчас бросился на врагов, и Сирон и полки его были сокрушены перед ними, и он погнал их по спуску Бет-Хорон до самой равнины. Пало их из числа около 800 человек, а остальные бежали в землю филистимлен, и стали бояться Иуда и его братьев. И ужас поразил соседние народы. И до самого царя дошла молва о нем, и язычники рассказывали о сражениях Иуды. Ну и там дальше продолжаются следующие его бои, и так далее. И как я говорю, в 164 году Иуда очищает храм. Я прочитаю просто еще один отрывок. Кто вообще из вас читал первую Маковейскую книгу? Ну, от тебя можно было ожидать, да? Нет, ну молодцы, молодцы, это уже хорошо, да. Не стесняйтесь, сейчас у вас будет возможность прочитать. Это фрагменты из Нового? Да, да, конечно. Выходит, значит, еще один полководец, там более серьезный, против Иуды, Лисий. Лисий призвал Птолемея Сея до ремена, с ним Никанора и Егоргия, влиятельных людей из друзей царя. И отправил с ними 40 тысяч человек и 7 тысяч конницы, то есть уже серьезные войска, чтобы войти в землю Иуда, разорить ее по слову царя. Они вышли со всем своим войском, пришли и стали станом в долине возле Эмауса. Ну, это посредине, скажем, грубо говоря, между современным Тель-Авивом и Русалимом, у подножья гор. До тамошних купцов дошла молва о них. Они взяли очень много серебра и золота, а также ножны и кандалы, и пришли в стан, чтобы взять в рабство сынов Израиля. Ну, то есть там толпа собралась, всяких этих дилеров, которые решили, что сейчас евреев разобьют, и они будут рабов покупать за дешево. Скандалами уже пришли там. Вот. К ним присоединилась войска из Сирии и страны иноплеменников. А Иуда со своими братьями увидел, что беды множатся, что войска разбивают стан в их родных местах, и узнали они о словах царя, которыми тот приказал вести народу в гибель и истребление. И всяк сказал соседу своему, поднимем наш повергнутый народ, пойдем войной за народ нашей, за святыни. И собрался сход, чтобы подготовиться к войне, чтобы молиться и просить о милости и сострадании. Ну и там дальше. Безлюдная столица, как пустыня, и не души на улицах ее, и попрано святилище ее, и в крепости, ну там построили крепости рядом с храмом, в которой сидели там отступники и сирийский гарнизон. И в крепости от родия чужеземцев язычникам там постоял и двор. Ни в чем от рады не найдет Иаков, ни флейта, ни кинара не звучит. Собрались они и пошли в Мицпе, что в виду Иерусалима. Поскольку прежде в Мицпе было у Израиля место молитвы. Я специально на иврите говорю эти названия, как в Танахе. Здесь они их передают в греческой форме. Поскольку в Мицпе было место молитвы. Ну то есть они не просто так туда идут, они идут, потому что там отцы в соответствии с нашими священными писаниями там вот когда-то собирались. В тот день они постились, облачившись власяницей, посыпали голову пеплом, раздирали на себе одежды. Они развернули свиток закона, для того, ради чего язычники вопрошали изображения своих идолов. Они принесли одеяния священнослужения, первины и десятины, собрали назиров, исполнивших дни своего обета, и исключали к небу. Что с ними делать? Куда отвезти их? Попирают святыни твои, оскверняют. Скорби священства твое в унижении. Возли на язычников, что против нас ополчились. Истребить нас стремятся. Тебе ведомо, что против нас замышляют. Как же выстоять нам против них, если ты не придешь нам на помощь? И затрубили они в трубы и вскричали громким голосом. А затем Иуда назначил предводителей народа, тысячских, сотников, пятидесятников и десятников. И сказал он тем, кто строил дом, посватывал себе жену, насадил виноград и робким, чтобы они возвращались по домам согласно закону. Вы знаете это, да? Что Паторий, как бы, человек, который, например, с женой там, ну, то есть, обвенчался, но он еще с ней не спал, он не идет на войну, да? То есть, он идет домой. Тот, кто насадил виноградник, но еще, значит, его урожай не собрал, тоже не идет на войну. На самом деле, это просто, это законы священной войны, законы священной войны. Это не просто так. То есть, это эти вещи, они связаны, потому что, вы же понимаете, там, Бог среди вас идет, да? То есть, это, это именно это. Трусы, да? Чтобы людей, значит, не демотивировали. Затем рать выступила и разбила стан к югу Атамауса. И сказал Иуда, припаяштесь и будьте сильными, сильными сынами. Будьте готовы завтра сражаться с этими язычниками, которые собрались против нас, чтобы уничтожить нас и наши святыни. Ведь лучше нам попасть в битве, чем смотреть на бедствие нашего народа и святынь. Но какова воля на небесах, то и будет. Ну и там, короче, Юда блестящим маневром, ребят, пожалуйста, блестящим маневром, в общем-то, умудряется обмануть Лисия и разбивает его войско. Это когда со слонами? Не-не-не. Я прочитаю. Только это... Нет, слоны тут еще... Нету слонов. Да я думаю, что там вообще-то со слонами у них ничего... Ну, это в горах как бы. Там вряд ли бы слоны тебе что-то могли помочь. Услышал об этом... Ну, в общем... Тогда Горгий взял пять тысяч пехот и тысячу отборной конницы. И ночью отряд выступил, чтобы напасть на стан Иудеев, внезапным ударом разбить их. Провожатыми у них были сыны крепости. То есть другие евреи там, стукачи, короче. Услышал об этом Иуда и выступил в самый сильный отряд, чтобы разгромить войско царя в Имаусе, пока силы Горгий еще не подтянулись к стану. А Горгий пошел ночью в стан Иуды и никого там не застал. Иуда уже свалил оттуда. Тогда он стал разыскивать их в горах. Сказал, они спасаются от нас бегством. Но с рассветом Иуда с тремя тысячами человек появился на равнине. Тогда он спустился уже с гор. Правда, их доспехи и мечи оставляли желать лучшего. Увидели они сильное войско язычников. Все в панцирях с обеих сторон конятся, а при том обучены они воевать. Тогда Иуда сказал людям, что были с ним. Не бойтесь их числа и не страшитесь их напора. Вспомните, как были спасены наши отцы в Красном море, когда их преследовал фараон с войском. Вот и теперь давайте вас зовем к небу. Если мы будем ему угодны, и небо вспомнит, обратите внимание насчет неба. То есть это, ну, он, этого в Танахи-то нет. Это уже как бы более позднее. То есть, как говорят, ашамаем, да, небеса там. То есть помогут, чтобы не говорить откровенно Бог. Да? Вот и теперь давайте вас зовем к небу. Если мы будем ему угодны, небо вспомнить, завет с нашими отцами, то уничтожить сегодня это войско прямо у нас на глазах. Тогда все, значит, язычники узнают, что есть у Израиля искупитель и спаситель. Ну и, конечно, они идут и нападают на язычников и разбивают их в хлам. Вот. Ну и дальше, я говорю, Иуда идет, очищает храм. То, что мы до сих пор празднуем, как Ханука. Вот. Но на этом его беды не кончаются, там война продолжается, да. То есть я это все не буду рассказывать конкретно, подробно, как там, какие были бои, что там происходило и так далее. Но, как я сказал, вроде как евреи начали восстание, это для того, чтобы обрести снова религиозную независимость, то есть право всего лишь соблюдать Тору, не какую-то там государственную независимость. Они не стремились там, чтобы у них было какое-то государство. Это очень важно понять, и это то, с чего я начал сегодня. Что в этом плане евреи, хасмани, они, в общем-то, инноваторы, да. Поскольку евреи уже много сотен лет живут под, значит, как некая территория, да, то есть некая народность, крохотная, под властью других держав, да. Будь то персы, будь то, значит, империя Александра Македонского, будь то Птолемеи, селевкиды, ну, в общем, они не имеют там национальных чаяний. Я имею в виду, как бы, как и такой идеологий, да. Может быть там, не может быть, а мы знаем, что в этот период начинает и процветать литература, которую принято называть апокалиптической, да. Что такое апокалиптическая литература? Происходит это, это современный, конечно, термин. Я имею в виду, как описание жанра литературы. Но слово греческое, оно древнее. И откуда оно происходит? Ну, происходит из откровения Иоанна в Новом Завете. Потому что откровение Иоанна, последняя книга в Новом Завете, начинается со следующими словами. говорит, это откровение, откровение Иисуса Христа, которое Иоанн получил, чтобы передать его, значит, и рабам своим, да. А откровение там, это слово апокалипсис. Что происходит от греческого слова апокалипто, что значит открывать, да. Как открывать завесу, например, да. Калюпто это скрывать, а апо это от. То есть получается наоборот, открывать. И жанры... Ну, и откровение Иоанна использует этот термин, в то время как другие произведения нет. Но откровение Иоанна очень похоже на другие еврейские произведения. Где рассказывается о том, как Бог раскрыл небесные секреты, ход всей истории человечества, законы и много чего другого, определенным там, скажем, героям древности. Обычно эти книги, они так называемые псевдоэпиграфы. То есть они приписываются ложно всяким разным героям. Например, Аврааму. Вот у нас тут есть товарищи, преподают Барух бен Нирья. Да, вот есть несколько откровений, которые приписаны к Баруху бен Нирья. Правда не этому. Был такой Барух бен Нирья, он был писцом Еремии. Вот. И в иудаизме второго храма стал большой фигурой. И вот ему приписано несколько книг, причем такие классические апокалипсы, типа вот второй Барух там есть, да? Третий Барух. Почему третий? Потому что есть первый, есть второй, есть третий. Вот. Есть несколько книг. Еноху, да? Вот есть первая книга Еноха, вторая книга Еноха, третья книга Еноха. То есть это очень распространенная тема. И вот в этих апокалипсах, где описывается, соответственно, ход и все истории человечества, там также, конечно, есть и всякие разные истории о том, что в конце концов, ну, будет какая-нибудь там война, и, значит, все попадут, а вот нам, евреям, будет хорошо. И мы, значит, ну, потому что Бог наш, там, будем процветать, и все будет замечательно. Но это на уровне грез, грез, да? То есть это кто-то там грезит, там что-то там придумает, это не воплощается в какие-то дела, это не воплощается в какие-то там акции насилия над кем-то, да? Хотя потом мы увидим, что это все связано. То есть это все где-то вот к концу периода второго храма, вот ведь это апокалиптическое мышление, которое говорит о том, что будет там война, да, и так далее, и мы будем там воевать. Пошел в Кумране, например. Все знают, что такое Кумран. Нет, только не стесняйтесь, потому что надо бывает, что не знают. Вот. И вот в Кумране там есть один из главных документов, это свиток войны. Свиток войны сынов света с сынами тьмы. И вот, конечно, Кумраниты, они сыны света, все остальные сыны тьмы. И там подробно описывается семилетняя война, которая будет вестись, значит, и Кумраниты будут в ней поднимать активное участие. И, как бы, вроде Кумраниты нигде не воевали, насколько мы знаем. Ну, там, возможно, что-то было, но мы, как бы, это так только, догадки наши. И... Но у них были планы, то есть, что будет в конце вот это... Причем это все описывается там... Комментарии по этому тексту писал Игайль-1. Игайль-1 был первым, значит, главнокомандующим армии Израиля. Кроме того, что он был... Кроме того, что он был, там, известным археологом, политиком и много чего другого. Вот он, как бы, он нашел там кучу параллелей с римской армией и так далее и тому подобное. То есть, что там реально была какая-то стратегия, что у них были какие-то понятия и знания, там, о военном деле и так далее. Ну, это... Секундочку. Но это все были грезы, да? То есть, это, как бы, никто там реально не хватался за мечи и не шел воевать. Но, я говорю, в периоды второго храма, когда мы дойдем до Великого... В периоду конца... В концу периода второго храма, когда дойдем до Великого восстания, будет понятно, как это все связано. Потом, мало того, мудрецы потом всю эту литературу отвергли. Почему они ее отвергли? Ну, потому что они понимали, что это... Эти идеи, да, они очень сильно повлияли на вот эти всякие условно-мессианские, значит, и всякие разные и чаяния, которые частично были ответственны, может, не частично, а в большой мере были ответственны за вот эти милитанские идеологии, которые овладели евреями где-то во второй половине первого века новой эры, которые, в общем-то, потом овладели евреями Северной Африки и Египта, и островов Средиземного моря, что привело к восстанию диаспоры, и что потом, в общем-то, еще, как бы, подтолкнуло, видимо, Баркохму и его сотоварищей тоже, значит, к войне, да. То есть я просто не просто так про эти апокалипсы говорю, это сознание мифическое, и, как бы, оно, да, кстати, существует, Миша, уже, то есть, Енах, там, третий век новой эры, у нас даже рукописи есть, да. Вот, но там вопросы не все, да, то есть там есть эсхатологические, как бы, части, которые связаны вот с войной, там, войнами всякими, а есть вещи, которые просто, как бы, откровение насчет устройства Вселенной, да. Я хотела просто по поводу Куманитов сказать, что есть, ну, некоторые ученые серьезно полагают, что как раз-таки иудейскую войну, то есть освободительное движение против времени, они восприняли, как эту войну, которую, ну, очевидно, их учить праведности людей только, которая описана в этом свитке, да, и, соответственно, именно поэтому они не дошли, не выжили, как религиозная группа, а, скажем, христиане выжили, потому что они манкировали это всем происходящим, вот, и, соответственно, а вот Куманит, напротив, восприняли это, что вот это и есть эта война. Настя, смотри, во-первых, ты, ну, как бы, ты как минимум отчасти права, и ты правильно излагаешь эту, как бы, теорию, но мы не знаем, почему они там, то есть мы не знаем, реально, ну, про них, несмотря на то, что у нас есть и библиотека, мы знаем про их историю достаточно мало, да, и там это все идет дробежка сейчас, эти документы, стадии редакции, это все глубины сатанинские, в которые мы не полезем. Но, ну, 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 похоже, что да, то есть я тоже так считаю, что они вполне могли воспринять войска Веспусяна, которые в 68-м году подошли к Ерехону, как, значит, это самое, хотя бы какая-то часть сынов тьмы, которая тут пытается, значит, воевать. Да, нет, мы не знаем, но мы знаем, что, видимо, мы знаем, что Веспусян разрушил их поселение, и мы также знаем, что некоторые из документов, которые были найдены в Кумране, были также найдены в Массаде, да, в том числе и песни субботних всесожжений. Не совсем понятно эти песни субботних. Кумранская библиотека, она не гомогенная, то есть там есть и библейские тексты, то, что мы называем библейские тексты. Они могли и другие тексты считать тоже, типа, такими же святыми, да, как там текст Торы, да. То есть там храмовый свиток, он позиционирует себя, как еще одна книга Торы, которая, типа, рулит там, она забивает в плинтуса другие части Торы. Вот, то есть, как бы, круче. И переписывает Балаху на свой манер. Есть и книги, которые мы знаем, были среди других евреев, типа, например, то, что обходит в те же ветхозаветные апокрифы у православных католиков. Такие книги, как Тувья, да, Премудрости, Сирахова, секунду, до этого дойдем. Там, скажем, что там еще, ну, псалмы апокрифические, да. То есть, маковейских книг там, конечно, нет, потому что они их ненавидели. Это понятно. Вот. Есть такие книги, которые входят там, например, у эфиопов Ветхий Завет. То есть, юбилеев, иенах, да, но это книги, которые, то есть, вещи, которые нам известны, да. Есть вещи, которые нам были неизвестны, но они, видимо, не сектантские. То есть, там, скажем, какой-нибудь апокриф на книгу Убер-эшит, да. Это книга, которая среди евреев бытовала. Мы с ней были не знакомы до того, как кумранские рукописи были найдены. Но нет никаких оснований полагать, что это сектантская литература. Вот. А есть чисто сектантская литература, то есть их уставы, там, произведения всякие, Пшарим. Вот. Но насчет вот этих песен субботнего всесожжения немного идет спор. Они да, сектантские? Или это все-таки что-то из серии вот третьей категории? Мы об этом не знали, но не факт, что это произведено было в секте, а просто могло быть у многих других евреев, да. Но если это да, сектантская возможность такая есть, то получается, что, видимо, хотя бы часть из кумранитов бежала в Масаду. Что она там делала? То есть, почему в Масаду? То есть, возможно, что они были приверженцы той же фанатичной идеологии, то есть, как те люди, которые там сидели. То есть, мы не знаем. Ну да, ты права в том плане, что они вполне могли восстание с Римом интерпретировать как войну последних дней. Но это говорить насчет, почему христианство выжило, а это нет, может быть, это и правильно, да, но не факт, что, то есть, там слишком много разных факторов, да, и не факт, что мы все знаем. Почему? Ну, понятно, что, будучи пацифистом и, как бы, избежав конфронтации, у тебя больше шансов выжить, чем пойдя на нее, да. Окей, вернемся к вопросу. Есть кем-нибудь еще пока? Ребята? Вопрос есть кем-нибудь? Хорошо. Значит, Иуда очищает храм, и я говорю, в общем-то, по логике вещей восстание должно было быть закончено, ну, должно было закончиться, потому что евреи-то восстали именно для того, чтобы, ну, против гонений, да, а оно не прекращается. Ну, как вы знаете, аппетит приходит во время еды, то есть, евреи поняли, что они могут и воевать, и что у них есть сила, и они продолжают воевать, но при этом часть евреев отходит от Иуды, и мы находим, видим, в первой Маковейской, что они, значит, отходят от Иуды и перестают воевать, и пытаются, значит, сотрудничать с сельфкидскими войсками, с первосвященником, которого они назначили, вот, но не Иуда. Иуда идет воевать дальше, вот, и он погибает в одном из боев, где-то в 61-м году до новой эры, там неравный совсем был бой, и ему говорили, что давай-то отойдем, отступим, он сказал, что это мы будем отступать. Как Роланд, как Роланд. Типа того. Ну, там еще двое братьев погибли по дороге, один погиб, там был такой Йоханан, которого арабы грохнули, ну, там просто эти бедуины, кочевники, вот, за что, конечно, братья Хосмане их наказали, вот. И был еще такой Лазар, который решил в одном из боев отличиться, и увидел, а у сельфкидов были слоны, ну, потому что они же правили Востоком, то есть Индией, да, то есть изначально, теми территориями, которые Александр завоевал. Вот, и оттуда они притащили слонов. И там был один слон, на котором был, который был особенно, типа, видно, какой-то крутой, и он был, вернее, не крутой, он был навороченный, потому что там... Протюненный, а? Протюненный. 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 Тех всех украшен царскими доспехами. Да, ну, и он решил, что там царь сам сидит, и он разогнался с копьем и всадил ему это копье в живот, и слон просто сел на него и задавил его. Вот, оказалось, это был не царь, да, говорит, что если бы был царь, все равно бы с ним ничего не было, потому что слон просто осел, да и все, как бы, ничего никого не... Ну, то есть убил только одного Элязара, ну и сам умер. Вот. А тот, кто сидел на нем, с ним ничего не случилось. Вот. Ну, короче, Иуда погибает в бою, и тогда мы слышим из Первой Корейской, что что-то там не очень хорошо происходит. Ионатану, в отличие от Иуды, который якобы, значит, там был главная фигура, и все за ним шли большую часть времени, то вдруг появляются опять эти нечестивые, которые поднимают голову, как вот то, что ты там вчера говорил, кто там голову поднимал? Ну, короче, поднимают голову всякие, значит, эти негодяи, отступники, сыны нечестия, там, ну, в общем, разные эпитеты про тех евреев, кто не согласен с Иудой и с Ионатаном. И Ионатан даже какое-то время бегает там от них, бегает от них, бегает от селевкидов, прячется в каких-то ущельях, там, вот. Но тут наступает вот что, наступает такой момент, что я говорил вчера о том, что селевкидская империя, она находится в процессе, как бы, распада и загнивания. И там появляются разные, что ты, другие деятели, наряду, наряду там, ну, скажем, кто-то правит, да, вдруг появляется какой-то еще товарищ и говорит, я там сын Антиоха Епифана, да. Ну, это реально то, что происходит, потому что Антиох Епифан умирает в 1664 году, в конце до новой эры, там рассказывают про него страшные истории, как у него там, значит, это, он ограбил храм, на него напали, он там побежал, он там упал, у него кишки вылетели, черви завелись, там, тем временем у него, он вонял, никто к нему подойти не мог, он стал там просить пощады у Бога и стал евреем, вот, ну, как обычно, короче, нормальная еврейская история, что, как бы, царь стал евреем. А мог бы креститься еще. Да, ну, это потом, это потом, это понятно, вот. Ну, это, кстати, стиль, который называется «De mortibus persecutorum», и это уже христианские, ну, христианское произведение есть такое, да, «О смерти гонителей». То есть, вот эти все, про Ирода такое же рассказывается, то есть, что, как они все в конце, значит, были наказаны божественным проведением. Ну, не суть, в общем, появляется товарищ, которого зовут Александр Бал, он откуда-то с моря приплыл из заморских стран и говорит, я сын Антиоха Епифана. Вот, а там уже другой правиль, да, и Александр Бал тогда обращается к, вернее, сначала этот там товарищ обращается к Трифону, да, обращается, значит, к Йонатану и говорит, давай ты со мной будешь, типа, воевать. Вернее, нет, извините, это не Трифон, а Диметрий, секунду. Вот, а Бал говорит, нет, нет, давай ты будешь на моей стороне воевать. И в конце Йонатан склоняется быть союзником Бала, и Бал ему дает первосвященство, да, причем, скорее всего, он реально был узурпатором, а никаким не сыном этого Антиоха Епифана. Но сам факт, я говорю, обратите внимание, что хосмонии-то изначально поднимаются на волне войны с селевкидами, да, с кем? С Антиохом Епифаном, собственно. Вот, теперь что происходит? Человек, который выдает себя за его сына, да, он тот, кто, в общем-то, дает и космониям первосвященства. И после, сейчас я найду этот участок, секундочку, эту часть. Да, я забыл сказать еще, что Иуда уже заключает с римлянами договора, да, причем вот, это интересно, это, кстати, важно зачитать, я просто забыл сказать пару слов об этом, но это важно. Потому что, вот, как римляне описываются здесь, и с точки зрения автора Первой Маковейской, и как потом, значит, римляне описываются в более поздней еврейской литературе. Рассказали ему и о том, то есть, Иуде, а, нет, секунду, это начинается выше. Между тем, до Иуда дошла молва о римлянах. Дескать, у них большая сила, и они рады всем, кто к ним присоединяется. Со всеми, кто к ним приходит, они заключают дружбу. А что у них большая сила, это ему стало ясно из рассказов об их войнах. Такая, ну, воспевается брутальная сила такая, Первая Маковейская любит это дело. А что у них большая сила, это ему стало ясно из рассказов об их войнах. И о том, как доблестно сражались они с галатами, которых одолели и заставили платить дань. И о том, что они сделали в стране Спании, чтобы владеть тамошними серебряными и золотыми рудниками. Как они благодаря дальновидности и упорству овладели всей этой местностью, хотя находится она очень далеко от них. И как, когда на них шли цари с края земли, они разгромили их, нанеся им сокрушительное поражение, а те, кто спасся, ежегодно платят им дань. И как Филиппа и Персея, царя Китиев и прочих, кто восставал против них, они сокрушили в битве и подчинили. И как Антиоха Великого, царя Асии, который выступил на войну против них, располагая 120 слонами, конницей, колесницами и огромным войском, они разбили. Они взяли его живьем и постановили, чтобы он, равно как и те, кто будет царствовать после него, платили им большую дань, дали заложников в качестве отступного. Землю индийскую, медийскую, редийскую, из лучших своих земель. А римляне, взяв у него, отдали царю Евмену. Рассказали ему и о том, как люди из Эллады задумали прийти и уничтожить их. Но они узнали об этом замысле и послали против него всего одного военачальника. Сражались с ними и многих из них сразили, взяли в плен их жены, детей, захватили их добро, овладели их землей и разрушили их крепости и сделали их своими рабами по сей день. И о том, как они разорили, поработили все царства и острова, когда-либо они противостоявшие, а со всеми друзьями и с теми, кто на них полагается, сохранили дружбу. И как подчинили они царей ближних и дальних, и всяк слышавший молву о них убоялся. Захотят они помочь кому-нибудь возвести его на царство, не возведут, захотят сместить, сместят и превознеслись они сильно. Тем не менее, никто из них не возложил на себя венец, не облачился в порфиру, чтобы таким образом возвеличить себя. Ну и так далее, короче. Но суть в том, что это и уже во времена Иуды евреи заключают с римлянами договор, ну о сотрудничестве. То есть договор, тут это описывается договор якобы, значит, мы типа чуть ли не равны, да. Но, в общем-то, эти договоры нам известны подобного плана. То есть римлян, там договор такой, что, короче, мы с вами дружим, вы нашим врагам ничего типа не помогаете. Денег им не даете там, их не прячете там, войска не обеспечиваете и так далее. Ну, а мы как бы посмотрим. То есть, что-то, что-то, ну не совсем так, но как бы это, это, это ботом, ботомлайн. Что, кто такие евреи, кто такие римляне. Но, но, но факт, что евреи уже заключают с ними сотрудничество во времена Иуды, да. Вот, ну, как я сказал, Иудов погибает. Теперь, теперь, значит, Юнатан играет на вот этих, на этой внутренней борьбе между разными претендентами на, значит, Селевкинский престол, да. И вот и Диметрий, некий, кто там правит, и Бал, они, в общем-то, соревнуются за его внимание. В конце Иудоватан соглашается быть сотрудником, был сотрудник, быть сотрудником Бал, да. Секунду. И, значит, пишет ему Бал официально. Царь Александр, ну, имеется в виду Александр Бал, услышал о том, сколько обещаний дал Диметрий в послании к Юнатану. Рассказали ему и о сражениях, данных Юнатаном и его братьями, и совершенных ими подвигах, и о перенесенных ими тяготах. И сказал он, едва ли найдем мы еще одного такого человека, так сделаем же его теперь нашим другом и союзником. И он написал и отправил ему послание с такими словами. «Царь Александр приветствует брата Юнатана. Услышали мы о тебе, что ты человек крепкий силой и достоин быть нашим другом. И ныне мы назначили тебя первосвященником твоего народа». Да, ну, то есть, я говорю, кто тут коллаборационисты и кто, как бы, типа, это самое. И это, то есть, я говорю, вы просто поймите, как бы, этот слом, который происходит, что они только что воевали, значит, с человеком, который, типа, был отцом вот этого, который сейчас назначает его на первосвященство. Может, скорее всего, он узрупатор баловал, он придумал, что он его сын. Вот. «И ныне мы назначили тебя первосвященником твоего народа, ты будешь также называться другом царя, заботиться о наших делах и хранить дружбу с нами. И он послал ему порфиру и золотой венок». Так Ионатан облачился в священную одежду, то есть, в первосвященническую, в седьмом месяце 160-го года, но это Селивкицкая эра, в праздник кущей, собрал войско и как следует вооружил его. Ну, то есть, он становится первосвященником. Вот. Ион продолжает дальше воевать, и он, опять же, в конце концов погибает, то есть, от рук следующего, там, претендента на престол. И тогда приходят к власти его браты Шимон. Теперь по датам это примерно так, да, то есть, Иуда погибает в 161-м году. Значит, Ионатан приходит к власти, и, соответственно, приходит к власти. Он сначала возглавляет еврейскую борьбу без титула, но в 152-м году до новой эры, то, что вот мы сейчас читали, в 152-м году до новой эры, он становится правосвященником. Он погибает в 142-м году до новой эры, приходит к власти его брат Шимон. Вот. И это важно, потому что Шимон, секундочку, это 14-я глава, во времена Шимона, во времена Шимона разглашается независимость, да, и тут начинается самое интересное. Ионатан заключает договор со спартанцами, поскольку у спартанцев и евреев один отец Авраам. Вот. Как это? Что, вот так? Потом забыть узнали. Ну, а что, какая разница, типа? Вот. И, значит, Шимон приходит к власти, да, после смерти Юнатана. И у нас в 13-й главе рассказывается, в 170-м году, то есть, имеется в виду селевкицкая эра, там вообще проблемы, потому что есть несколько датировок, в 170-м году иго язычников было снято с Израиля. И народ стал писать в грамотах и договорах, в первый год при Симоне, великом первосвященнике, военачальнике и предводителе иудеев, то есть, 142-й год, независимость. В годы дни Симон расположился станом возле Газары, то есть, город Гезер. Обложил ее со всех сторон, построил осадную машину, подвел ее к городу, разбил одну башню, овладел ею. Короче, не суть, он завоевывает Гезер, тогда Симон, а, значит, ну выгнал их оттуда, Симон примирился с ними, то есть, с жителями города, и не стал больше с ними сражаться, и выдворил их из города, очистил дома, в которых были идолы, и тогда вошел в город с гимнами и благословениями. Затем он удалил из него все нечистое, поселил там людей, соблюдающих закон, еще больше укрепил его и выстроил в нем себе жилище. Вот, а потом он очищает, значит, эту крепость, разрушает, ну там непонятно, потому что в Славе ей пишут одно, тут сказано другое. И вообще, где была эта крепость? Крепость была построена вот во времена Етеоха IV, где-то рядом с храмом, она как бы контролировала храм, и там сидели вот эти селевкидские войска и также евреи-отступники. И Симон ее разрушает, да, и он поселяет в Гезере также своего сына Йонатана, то есть Йоханана Геркана, о котором мы еще сейчас услышим. Ну и рассказывается про Шимона следующее, что, причем его период правления, это как бы такой апогей, да, вот этой всей истории. То есть мы уже слышали, что священная война у нас идет, у нас это избранное, значит, семя, это семя, это этот клан, который принесло спасение Израилю. Вот, а теперь, значит, еще и независимость, и вот как описывается все это. А земля Иуды мирно покоилась во все дни Симона, родил он о благе народном, а им по душе была его власть и слава его во все дни. Ко всей славе своей ради гавани взял он Иопу, то есть он Яфа завоевывает. Да, теперь я начинаю как бы снова. Где-то Иерусалим, и вот эта территория изначально, это то, что евреям принадлежит. И все. Окей? Теперь, с чем он берет Гезер? Ну, Гезер находится вот тут, да. Ну, понятно, что он берет не только Гезер, а территории, прилегающие к нему. Мало того, он берет также Яфу. Яфу, важный порт, да. Это порт важный. Окей. Отвори вход и выход к морским островам. То есть во времена Шимона евреи живут в горах, да. У них нет вообще выхода никуда. То есть это... Тут леса, горы, там пустыня, мертвое море, оно как бы куда ты там далеко не уплывешь. Вот. А тут это уже выход в свет, то есть на запад, куда угодно. Можешь плыть и заниматься торговлей, соответственно. Для народа раздвинулся границы страны. Стал владыкой в пределах отчизма. Он согнал многочисленных пленных, взял Газары, Бейтсуры и крепость. Бейтсур, вот город на юге, но там был спорный, как раз граница. Крепость имеется в виду то, что я говорил. Все нечистое выдворил вон из нее, и никто не смог выстоять против него. Всякий мирно возделывал поле свое, и земля приносила в ответ урожай, и свой плод деревья равнины. И на улицах старцы сидели кругом, толковали друг с другом о добрых делах. А вот юноши те облачались во славу, надевали ризы войны. В города доставлял он свистные припасы, укрепления в них возводил, и так далее. В общем, никого на земле не осталось, чтобы войною пойти против них. Вон и дни сокрушились и сами цари, всем убогим в народе своему напору давал, родил о законе, истребляя отступников, всех истребляя мерзавцев. Ну, короче, всех тех, кто был с ним не согласен, понятно. Дальше идут документы, по которым евреи назначают Симона, то есть он уже назначил себя. Но там документ о том, что только он может носить порфиру и золотую бляшку, и его сыновья, и только он и его сыновья могут править евреями дальше. А кто такой будет, значит, пытаться там бляшку золотую носить, то быстро голову ему снести. И вот, значит, наступает независимость. Но все не так просто, поскольку дальше начинается самое интересное. Шимон тоже погибает, как он погибает. У него был зять, муж его дочери, которого он назначил быть правителем Ерихона, Ерихона и его долины. И там была крепость Док, ну, Хасмани, которую построили. И вот, значит, его этот зять, которого звали Тальмай Бен-Хабугу, пригласил бухать. И он приехал туда бухать. И когда они набухались там конкретно, ну, сказано, что они пьяные были, видимо, в дровах, вот, то этот Тальмай поставил там людей, чтобы когда они были уже в полном невминозе, чтобы, значит, их, это самое, всех поубивать. Ну, и Шон и сделал. То есть Шимон наклюкался там, и когда уже не был в состоянии ничего делать, вышли ребята и, короче, их всех поубивали. Но они успели всех поубивать, поскольку они послали, в Гезере сидел сын Шимона, Йоханан Геркан. Он был, типа, сказал уже, что он правителем назначил там, да? И они послали людей, потому что понятно, кто об этом знал, что там в Ерехоне во дворце кого-то убили, да? Он послал людей, чтобы убить Йоханана, но их опередили и сообщили ему, что что происходит. Тогда он, значит, он не погиб, и, соответственно, потом он осадил эту крепость в Ерехоне, вот. А этот Тальмай взял еще там в пленные других братьев и мать их. И когда Геркан пытался осаждать эту крепость, он выводил эту мать и мучил ее, короче, на стенах, чтобы тот не мог, значит, его взять крепость. И долго-долго это продолжалось. В конце он эту мать все равно убил, вот. И убежал сам. Вот. Убежал, но тогда Геркан, соответственно, он этот заговор, в общем-то, то есть он этого заговора избежал и пришел к власти. И вот тут начинается весело, потому что Геркан что делает? Он начинает, начинается территориальная экспансия. Первое, что он делает, он идет в Самарию, да? Он идет в Самарию и разрушает самаритянский храм. Он завоевывает, а? О, ну вот это, секунду. Кто такие самаритяне, да? Самаритяне, все, кто такие самаритяне? Все знают или нет? Не стесняйтесь. Что? Я знаю. А, ты знаешь. Я просто думал, это больше. Она знает. Нет. Она знает. Не, ну честно, все знают. Нет, потому что я, ребята, я просто честно говорю, у меня на Израиле на экскурсиях приходят интеллигентные люди, да? Но многие не знают, кто такие самаритяне, это нормально. То есть это, я понимаю, что вы иудайки занимаетесь, но все же, если не знаете, скажите. Ну, короче, такие же евреи, только они считают, что Святая Гора не в Иерусалиме находится, а где-то вот тут вот в Самаре и на горе Гризим, да? Вот они в ту же Тору верят. Ну, я на одной ноге стою объясняю. Но они считают, что это у них одна из десяти заповедей, кстати, в Тору. У них там есть кое-какие изменения, которые они в Тору внесли. В том числе у них есть еще заповедь, что поклоняться на горе Гризим. И там у них храм стоит. Теперь там этот храм, когда был построен, идет об этом спор. Иосиф Лаги говорит, что он был построен прямо перед Александром, то есть в конце персидского периода. Вот. И возможно, что так и было. Но точно мы не знаем. Ну, где-то в этом районе. И идет Йоханан Геркан, и он завоевывает эту территорию. И разрушает этот храм. Зачем он это делает, да? Нигде не написано, зачем он это делает. Вот. Но у меня есть свое объяснение, я его изложу сейчас, потом попытаюсь обосновать. Но я сначала расскажу, что дальше происходит. После этого он идет и завоевывает Идумею, да? Что такое Идумея? Это вот меня спросили, кто там поселился. Ты спросил, кто там поселился в Гудей, да? Были какие-то народы. Так вот, кто такие Идумеи? Или Эдумиты? Это, ну, если по Библии смотреть, по Торе, да, то это сыновья Исава. То есть, у Ицхака было два сына, Яков и Исав, да? И вот, Яков тот, который породил 12 колен Израиля и так далее. А Исав тот, который породил Идумитяна. Кто эти Идумитяне? Они жили вот тут вот. То есть, вот этот район, да? И ниже. До Красного моря. То есть, то, что сейчас является Иорданией. Та территория, где находится город Петра, древний. Это вот исконная Идумитская территория. И постепенно... Вот это подрисуем вам тоже? Не-не-не, это пока нет. Это я говорю, это оставь, забудь об этом. Только, я имею в виду библейский период, да? То есть, период первого храма, период первого храма, Идумитяне, причем, когда израильтяне же выходили из Египта, они же проходили, и Бог сказал им, типа, не трогать, потому что это ваши братья, да? То есть, уже в Библии есть эта тема, что Исаав, несмотря на то, что он плохой, он, как бы, не избранная часть, да? Но все равно они братья. И они живут вот тут, в этом районе. Теперь, где-то к концу периода первого храма появляется новый народ в этом районе, зовут их Набатеями. Откуда они взялись, никто не знает, скорее всего, из района Персидского залива. Это уже этнические арабы. Ну, так полагают. И лингвистически тоже. Хотя писали они на армейском, но говорили они, скорее всего, на арабском. И вот они постепенно вытесняют Идумитов или Идумеев, они вытесняют это на запад. И уже в конце периода первого храма они селятся где-то вот в этом районе, в районе Аравы, да? Это то, что между Мертвым морем и Элатом, если там знают, кто, например, есть такое место, Энхацива, один из Идумитских сайтов. И потом они начинают уже... Что? Сайтов? Ну, я не говорил сайтов, типа, как это будет, это, типа... Не, в одной из Идумитских мест, не, извиняюсь. Не, нас скажут, самаритяне же сохранились, и поцелу. Секунду, секунду. Ты что им самаритяне? Это очень весело. А потом эти Идумеев создали свой сайт. Короче, да, короче, самаритяне из Идуми до сих пор и до сих пор газета, которая выходит на древнем иврите. Ну, в смысле, буковка, периода первого храма. Вот. Что? Короче, ребят, не забывайте меня с лук, потому что это... Подожди, это запутанно, я не хочу... А что? Поняли. На самом деле, все очень просто. Говорят, я хочу видеть. Ребят, пожалуйста, все очень просто, но если вы что-то не понимаете, остановите меня, потому что это интересно. Они начинают инфильтрировать север Негива и юг Иудей, да? И уже вот в период, в конце периода первого храма у нас есть разные, например, из Арада, у нас есть надписи, страконы, где... еврейские, где говорят о том, что вот там пришли Идумеи, заселили там это то и то. И когда евреи в 586 году падает царство Иуды, которое, в принципе, этими территориями, в общем-то, как бы, оно владело этими территориями, поскольку здесь юг, и вообще это, ну, как бы, пустыня и граница с пустыней, то тут создается вакуум. И они все более и более заселяют эти Идумиты, которые не имели никакого отношения к этому конфликту между, значит, евреями и вавилонянами, они все больше и больше проникают вглубь этой территории, да? И они заселяют вот уже районы, скажем так, Хеврона, да? Где-то вот тут, да? Они заселяют район Марайши, да? И юг, иудеи, да? И они там сидят, они язычники, окей? Они язычники, но, судя по всему, их материальная культура очень-очень-очень близка к еврейской. Ну, то есть, я уже сказал, в Торе они, как бы, братья, да? Ну, враги, но братья. То есть, так же, как Арамы, да? То есть, Ишмаэль, и все, это же не просто так. Понятно, что это все мифы. Но это, как бы, народ на примитивной достаточно стадии евреи живут и видят вокруг себя другие народы. И они пытаются как-то связать, как мы с ними связаны. То есть, и вот они придумывают эти генеалогии, потому что они видят, как, с одной стороны, что есть какое-то подобие серьезное, да? С другой стороны, какие-то отличия, и вот они, значит, придумывают это все, как это все на самом деле, типа, происходило. Но сам факт того, что они признают их братьями, соперниками, там, и так далее, но это уже говорит о том, что евреи видят, что большая близость между нами и ими есть. Вот. И Герган идет следующее, завоевывает Эдумею и обращает их в иудаизм. Что он делает? Он приходит и туда, и он говорит, значит, этим людям, вы либо эту землю оставляете, либо вы, значит, становитесь иудеями. Теперь, о том, что такое иудей в древности, юдаюс, по-гречески, иудина и иврития, это большой спор. Это, ну, но изначально понятно, что это географическое, как бы, название, человек, который живет в иудеи, да? Ну, человек, который является членом, там, лиги иудеев, там, в этом районе, да? У нас иудеи живут здесь. У иудеи есть святой город, который называется Иерусалим. И там есть храм, и в этом храме есть верховный жрец, который над всеми этими иудеями, и также еще и, значит, начальник большой. И я не буду вдаваться в тонкости всяких разных интерпретаций на тему, что же действительно, как они там это действительно все рассматривали. Но суть в том, что они становятся иудеи. Они принимают иудаизмы, они принимают обрезания. Вопрос насчет обрезания там интересный, поскольку Флавий пишет, что, там, как он пишет это, можно интерпретировать, что они, как бы, свое обрезание решили засчитать, как иудейское. И что они, значит, уже были обрезаны, да? На чем это еще основывается? На том, что у меня друзья там копали, ну, как друзья, приятели, вот, и накопали там, наковыряли, короче, обрезанные фалусы до хосмонейского периода. Ну, я имею в виду не настоящие, да, а каменные. Что они делали, зачем это надо было, это вы уже кто на что горасты придумываете. Ну, факт, что нашли, да? И они до хосмонейского периода, и они обрезаны. То есть, возможно, что они уже сами были обрезаны, и поэтому большого труда для них прийти в иудаизм не составляло. Окей? Но факт, что они становятся евреями. То есть, вся вот эта территория, которая населена этими иудумеями, они все становятся евреями. Окей? Теперь из них иуд потом выходят. Ну, к этому мы потом вернемся. Но я почему это рассказал, я не объясню, что про самаритян. Про них все сказано, то, что я сказал. Что их реально, в общем-то, обратили. Потом, эта тема насчет того, насколько это было насильно, ученые об этом спорят, возможно, что это не было настолько насильно. То есть, пришли, сказали, ребята, слушайте, так и так, давайте, типа, ходить с нами. Они сказали, ну, давайте, типа, что плохо-то? Вы тут самые крутые теперь, а нам-то, как бы, что это мешает, да? Вот. И будем с вами, значит, вместе тут грабить и новые земли завоевать. Потом рассказывают, то есть, в Клаве про них, что там они были среди наиболее фанатичных элементов во время Великого Восстания, эти иудумеи. Так почему же он завоевал Самарию? Поскольку он завоевал иудумею и обратил их в иудаизм, я так полагаю, и ты была его цель, то есть, это не просто не просто аннексия этой территории, но также иудаизмация ее, да? То я полагаю, что самаритяне, если эти были близки к евреям, то эти просто вообще евреи, только если убрать у них гору грязи, они в ту же тору верят, они те же заповеди соблюдают, там и обрезания не нужно никакого, потому что они уже все обрезаны, бритвами ловы, да? Ну, короче, они все уже как бы и так обрезаны. Битвами ловы идут. Да, и то есть, только забери у них эту гору, они будут в Иерусалим ходить, а что они будут делать еще? И он забрал у них эту гору, вот они ему показали вот это, как бы, то есть, типа, кто ты такой, и наша гора все равно святая, и до сих пор показывают. То есть, это такой курьез истории, да, что они, они самые близкие к евреям, в общем-то, те же самые евреи, и этнически понятные, и религиозно, да, и они как бы в своем остались, несмотря на то, что у них гору это отобрали. Они, интересно, они даже не помнят сейчас самаритяне, что у них храм был. Ну, ученые им рассказывают, да, еврейские, вот, а сами они как бы эту память не сохранили. Гора святая, да, но что храм, это как бы другая тема. То есть, я полагаю, что он изначально завоевал Самарию и разрушил этот храм, поскольку он хотел их просто перевести в Иерусалимскую версию иудаизма. Они, значит, сохранили свою, да. Вот, теперь, это Геркан, да, это Геркан, теперь Геркан умирает, и в 105, где-то, в 2004 году до новой эры приходит к власти его брата Ристабут, и, вернее, его сын Аристабул. И правит он всего лишь один год, вот. И говорят, что он был человек хороший очень, но сильно болел весь этот год, но всех своих братьев в тюрьму посадил, и маму, она там от голода умерла. Вот, и, значит, Всех свои недостатки. Да, одного брата он не посадил, он его сильно любил, но пришлось в конце его убить. Вот, так что те, которые в тюрьме сидели, те, которые, а? Потому что они плохие были. Ну, понятно, что все они были плохие. Вот, и, наверное, против него замышляли всякие плохие вещи. Мама тоже, наверное, его обижала. Короче, не суть. Он болел весь год, но говорят, что за это время он завоевал, он завоевал Галилею, да, и обратил племя сидящих там и туриев и иудаизм. Кто такие и турии? Арабы местные, которые сидели у подножия, на Хермоне, там, в этом районе, да? То есть, как бы, там про них точно ничего не сказано, что кто-то кого-то обижал. Вот, они вообще-то упоминаются, как бы, так, скользко. Галилею захватил Галилею? Галилею захватил, да. Как ты звали? Как Галилею? Аристабул первый. И вот Аристабул... Я не вызвали. Это кого он обратил? И Турий. И Турий. И Турий. Вот. На Хермоне, там до сих пор, есть разваленные святилища. Короче, и еще одну важную вещь, которую он делает, он первый возлагает себе на голову диадему. То есть, он провозглашает себя царем. И как он называет себя на монетах? В монетах он называет себя Фильгеленес, что означает любитель греков. То есть, Иудея превращается, в общем-то, в такое, ну, как бы, с одной стороны, иудейское государство, с достаточно такой милитанской идеологией. Вот. Ну, как мы видим, из вот первой, Маковейской, которая как раз писалась при Геркане, да, который тут воюет. И эта вся тема очищения святой земли, вот, она начинает это самое, быть ей важной. То есть, понятно, что уже святая земля, это как бы то, что они решили, да. Теперь у нас время закончилось, но я скажу еще просто пару слов для того, чтобы было у вас некое предвкушение того, о чем мы говорим на следующем, на следующей лекции. Один из этих братьев после того, как Арестабул умирает, выходит из тюрьмы и зовут его Александр Яна. Александр Яна, это, наверное, наиболее колоритная фигура. Ну, наверное, можно, не знаю, там, кому как, но я Ирода больше люблю, но Александр Яна и подонок, по-моему, был намного серьезнее. Вот. Александр Яна начинает громить все, что вообще есть. То есть, как бы для него, по-моему, это был просто спорт какой-то. То есть, ему было все равно, где воевать, с кем воевать, зачем, как бы, да. Потом он пьяный был все время, по-моему. Ну, даже не по-моему, Флавий пишет, что он умер от невоздержанности в вине. Вот. То есть, наверное, он, наверное, он немножко выпивал. Вот. То есть, и, соответственно, что там он, какие решения принимал, не факт, что он их всегда помнил. Но суть в том, что он завоевывает, он завоевывает голландские высоты. Он завоевывает, а, евреи еще, кстати, вот здесь сидят, да, это Пирея, это тогда была еврейская территория, то есть, к востоку от Иордана. Но он завоевывает все вот это, извините, завоевывает восточное побережье Мертвого моря, завоевывает северные Негивы Газа. То есть, все вот это, да, все вот это, да, это Великий Израиль временный Яна. Вспомните вот это, то, что было вначале. Окей? И это вот то, что во времена Яна. Как бы, какая этому причина, ну, кроме как, кроме как жажды наживы, вот, территориальной экспансии, ну, и там, подобных, значит, типа, силы, власти, я не вижу особенно. Понятно, что они это все привязывают к какой-то идеологии из серии, что все наше, и земля святая, и надо все это чистить. И Яна идет и громит языческие города, то есть там есть список, я его зачитаю на следующем, на следующей лекции. К Флаве этим гордится очень сильно, что Яна и какие города он завоевал, и сколько, значит, находилось под властью евреев. И поскольку уже семитов мало осталось в этом районе, они всех уже обратили, вот, Яна и рушат и греческие города, то есть всякие полисы типа Пелла там, да, газу он там спалил, включая 700 человек, которые в горсовете сидели, он их живьем там сжег, когда город взял. Но он также начинает громить греческие полисы и предлагает этим, ну, условно, грекам, потому что, не факт, они могли быть такие же семиты, но уже эллинизированные, то есть, как бы, граждане этих полисов, которые, в общем-то, придерживались греческой культуры и предлагает им тот же выбор, то есть, либо иудаизм, либо валите отсюда. И они, значит, говорят, нет, мы иудаизм не принимаем, и они уходят, да, вот. Потом, просто это, чтобы сказать, насколько это все имело последствия, также относительно истоков антисемитизма, видимо, античного, видимо, это сыграло роль, да, потому что, если греческие авторы, которые первые там, четвертый век, третий век до новой эры, которые пишут о евреях, они говорят, о, это народ философов там, типа. Когда они далеко от евреев были, они, типа, говорили, что вот, евреи-философы там, такие, умосозерцанием там занимаются, значит, там, и вообще, как вот в Индии там, да, и так далее. А потом начинается то, что вот евреи это фанаты непримиримые вообще, звери, мудоеды, и это самое, и враги вообще всего доброго на свете. Я так полагаю, что как минимум некая часть этого стереотипа, да, связана с поведением Яная. потому что потом мы, эти города, которые Помпей освободил, мы дойдем до этого на следующей лекции, они потом еще по несколько сотен лет вели летоисчисление со дня освобождения от еврейского ига. вот, то есть, как бы, когда Помпей в 63-м году их освободил. Так что, понятно, что там они, Яная много чего натворил. Вот. Ну, он потом, на следующей лекции я поговорю про гражданскую войну, которую он вел, потому что он воевал не только с евреями, не только с язычниками, он и с евреями воевал и вел достаточно длинную и ужесточенную войну. Вот. Ну, об этом на следующей лекции. Субтитры сделал DimaTorzok